В Красноярске прошло необычное академическое собрание. В числе почетных гостей российские, зарубежные ученые и студенты, историки. Академическое собрание проходит в нашем городе уже в пятый раз. И каждый год посвящено какой-то юбилейной дате. Все подробности у Ольги Тишининой. Последнее время весь мир заново открывает для себя Сибирь. В представлениях иностранцев это уже не далекий и холодный край, а динамично развивающаяся территория. Здесь проходит все больше крупных международных мероприятий. Именно земле Сибирска и знакомстве с ней иностранных путешественников посвящено Академическое собрание этого года. В холле Краевой филармонии погружаешься в атмосферу загадочных северных земель. Картины, старинные газеты и книги. Все посвящено иностранным путешественникам прошлых веков. Например, норвежскому полярному исследователю Фритьёфу Нансену. В этом году исполняется 100 лет со дня его путешествия по Красноярскому краю. Организаторы научного праздника рассказывают, Академическое собрание – мероприятие нестандартное. Такого нет нигде в России. Мне кажется, это уникальный проект, вполне в духе 21 века. Вот такой эпохи постмодерна, когда любое историческое знание, с одной стороны, к нему есть тяга, с другой стороны, оно обязательно должно отвечать определенным требованиям. Оно должно быть и не только интересным, оно должно быть обрамлено музыкой, действием актеров, видео рядом. Завораживало просторами, рождало волшебные фантазии. Настоящий театр науки. На сцене актеры шаг за шагом погружают зрителей в историю освоения Красноярского края и Сибири. А ученые рассказывают о европейских путешественниках, которые не побоялись отправиться в неизведанные земли. На ярком театрализованном представлении побывал и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Он отметил, что развитие нашего края напрямую связано с гуманитарной наукой и образованием. Именно ученые во многом формируют имидж нашего края. Понимаю, что восточная Сибирь и Дальний Восток сегодня, и в целом Сибирь и Дальний Восток, приоритет государственной политики, именно спозиционировать по-новому нас. Это большой, прекрасный, но все-таки еще для многих далекий регион. И, конечно, очень приятно, что это все рассказывается очень прекрасным языком искусства, культуры, которая доступна, читаема на всех языках и понятна в любом уголке земного шара. Своим взглядом на Сибирь 21 века поделился и гость академического собрания этого года. Профессор Норвежского университета Йенс Петер Нильсон. Он признался, что на него произвело сильное впечатление о такое театрализованное мероприятие. Сам Петер Нильсон выступил с докладом об экспедиции Нансена в нашем крае. Я тоже говорил сегодня о Йонос-Алиле, норвежский коммерсант, который организовал эту экспедицию. Это действительно была его экспедиция. Он пригласил Нансена участвовать, потому что Нансен был известен по всему миру. И таким образом он получил намного больше внимания, чем если Нанс остался бы дома. Ученые подчеркивают, такие яркие события в научной жизни Красноярска уникальны. Но о чему посвятят академическое собрание в следующем году, пока не раскрывают. Но обещают, сюрпризов будет не меньше. Ольга Тишинина, Максим Галат. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова